Представительная, хотя и маленькая, делегация спортивная Севастополя вернулась с первенства России по спортивному ориентированию в составе трех спортсменов и тренера-представителя. Итак, сегодня у нас в студии Татьяна Кондратьева, заместитель директора Центра туризма, спорта, экскурсии, краеведения и Валерия Дорошина, участница первенства. Татьяна Витальевна, давайте чуть поясним, что это были за соревнования, почему к ним такое внимание. Это были официальные спортивные соревнования по спортивному ориентированию, первенства России по спринтерским дисциплинам и по лесным дисциплинам. На данных соревнованиях проводятся отборы юниоров, юношей и девушек на первенство Европы и первенство мира. Именно поэтому к этим соревнованиям такое большое внимание. И так все стараются, тренеры, спортсмены готовятся и пытаются показать наилучшие результаты именно на этих соревнованиях. Какое общее количество участников собралось? Более 700 человек из 38 регионов России. Давайте по порядку. Первое первенство проходило в Великом Новгороде. Что там были кроссовые дисциплины? Это было городское ориентирование, спринт, кросс многодневный. Спринт это короткая дистанция, на которой участник берет много контрольных пунктов, которая проходит по городской части, в части городской застройки. И участникам, как правило, тяжело даются эти дистанции, потому что преодолеваются они на очень высокой скорости. И на очень высокой скорости нужно выбирать правильный, кратчайший путь движения. И если этот путь выбран неправильно и ошибка хотя бы в 20 метров, то вот эти 20 метров уже могут сыграть свою роль и отодвинуть участника на 5, а то и на 10 мест назад. Валерия, как тебе бегалось по городу, тем более по чужому городу? Мне очень понравилось. Там все было необычно, непросто ориентирование. Очень нужно было быстро соображать. И рядом шли даже прохожие. Их нужно было постараться не сбить. Ехали машины, нужно было тоже смотреть по сторонам. В общем, было очень сложно, потому что было много вариантов, как бежать на контрольный пункт. И в общем, я выбирала и старалась, бежала и пыталась бежать очень быстро. Ну, у нас здесь в Севастополе только одна зона, которая могла бы претендовать на городское ориентирование. Это набережная от площади Нахимова до Артбухты. Ты этими маршрутами бегала в Севастополе? Да, бегала. Можно как-то сравнить? Есть что-то похожее или все-таки... Ну, вообще, да, конечно, есть. Это тоже город, там тоже находятся жилые районы. Тоже нужно, в общем, как на обычном спринте, много заборов всяких. Тоже все на скорости, быстро. Самое главное, по асфальтированной дороге. В общем, да. Но единственное, что там был более такой жилый, спокойный район. А здесь, если вы сказали, вдоль набережной, то там... А покажи, пожалуйста, карту городскую нашим телезрителям, как она выглядит. То есть, здесь нанесена вся парковая зона, жилые дома, лестницы. Транспорт не ходил в этот момент по городу? Мы бегали в зоне, где не было транспорта. Ну, там были машины, но пути закрыли им. Так, и другая карта, лесная зона. Сразу давайте покажем карты, чем они отличаются. Эта карта, конечно, совершенно зеленая. Здесь экологически чистый район, лес, сосны. Но мы еще вернемся к этой теме. Итак, значит, городское ориентирование. Татьяна Витальевна, почему городское ориентирование вдруг на первенстве России целых три дня? Сейчас в нашем виде спорта наметилась такая тенденция, что все больше мы склоняемся именно к городскому ориентированию. И делается это с целью... Конечная цель – это включить ориентирование в олимпийские виды спорта, для того, чтобы участвовать в Олимпиаде. А для этого нужно сделать вид спорта зрелищным. Чтобы вид спорта узнали многие люди, и чтобы было интересно на него смотреть, его нужно немножко переместить из леса в город, где есть большое количество людей, есть большое количество зрителей. Вот на данных соревнованиях ставились видеокамеры на разных контрольных пунктах. И люди, которые находились на старте, на финише, могли наблюдать за участниками. На участников одевались GPS-трекеры. И по этим GPS-трекерам можно было следить, вот как точки изображали, как движутся участники. Подписаны были фамилии лидеров, наилучших участников, самых сильнейших. И зрителям можно было отслеживать, какие именно варианты движения выбирают победители. Вот за счет чего им удается все-таки этим людям победить. На таких треках, которые выписывали наши симферопольские коллеги на чемпионате Европы, я увидел очень занятную штуку. Один спортсмен бежит снизу, это было по-моему во Франции они бегали, бежит снизу с подножия горы на вершину по прямой линии, а другой нарезает спираль вокруг этой горы и приходят они на вершину практически одновременно. То есть, настолько сложная была дорога прямая в лоб на гору, что тот, кто бежал по спирали, пришел на вершину одновременно с этим бегуном. Очень интересно наблюдать такие треки. Здесь еще одна новинка, в общем, пока в Севастополе мы ее не практиковали ни разу. Это контрольные камеры, которые стоят на финише, видеокамеры, на смотровых КП, на различных КП, даже в лесу. И буквально на следующий день, как только были вывешены в интернете результаты организаторы, сразу с результатами соревнований вывесили и видеоматериалы с этими контрольными пунктами. Вот сейчас мы одну такую зарисовочку покажем. Две камеры, одна на финише, одна посредине леса. Это как раз вот такие контрольные видеоматериалы, которые позволяют потом и тренеру, и спортсмену охарактеризовать, как же, как человек финишировал. Это финишное КП. Это финишируют малыши, это детские группы. Они не участвуют в первенстве, они участвуют в массовых соревнованиях, а уже вот через год, через два вот эти детки смогут участвовать в первенстве. Это самые юные участники, самые первые на финише. Дистанции у них самые короткие. Ну, трехдневная многодневка, тоже нововведение. Раньше у нас не практиковали такие соревнования. Здесь учитываются результаты всех трех дней, они суммируются, и по результатам трех дней уже определяется место победителя, призера. А делается это для более реальной картины, потому что вот в один день может быть какая-то случайность в результате участника, а вот три дня уже показывают как бы тройной результат. Никакой случайности вы тоже не можете. Но если в один день она и была, то в другой день участник может отыграть эти минуты, которые он потерял в предыдущий день. Вот на другом КП стояла камера. Очень интересно наблюдать было, как образовывается паровозик. Прибегает один спортсмен, за ним другой. Тот задержался, второй его уже не отпускает. И начинается такая гонка преследования. Вроде и один, и другой знают, куда бежать, но вот взыграло стадное чувство, и дальше они уже побежали вместе. Да, и как правило, когда недостаточно опытные спортсмены берутся бежать вместе, они совершают еще больше ошибок, чем совершили бы по одному. Ну это хорошо, если они еще в одинаковой группе бегут, а ИКП у них в нужном порядке. А то, что можно взять и чужие ИКП. Вот на данных соревнованиях легко было определить, из твоей группы участник или нет, потому что, если вы обратите внимание, у них у всех разноцветные номера. И в каждой группе разного цвета у участника номера. Ну это уже второе первенство. Где оно проходило? Это город Луга Ленинградской области. Все три дня в лесу. Да, все три дня в лесу. Вот такой вот у них лес. В первый день лес был чистый, можно сказать, парковый, вот как на данном видео. А во второй и в третий день лес был совсем не такой. Там было много таких вот зарослей, ельников, густых, зеручек. Людвиг к спорту, все возрасты покорные. Вот и ветераны побежали. Да, да, да. Это как раз выбрали видео, где массовые соревнования. Это участники не первенства, это участники массовых соревнований. Вот вначале были детки, а теперь вот взрослые, которые уже не представители профессионального спорта, а которые уже бегают в собственное удовольствие. То есть сначала с 11 часов был дан старт для спортсменов первенства, участников первенства. А после того, как трассы освободились, побежали все остальные. С 13.30 начали стартовать уже участники майской многодневки. Все желающие, все, кто, может быть, когда-то раньше были профессиональными спортсменами, вот взрослые и не могут расстаться с этим видом спорта, потому что, как правило, если человек начал заниматься спортивным ориентированием, то уже любовь сохраняется к лесу, к стартам, к забегам на всю жизнь. Лера, а как бегалось по лесу? Все-таки более привычная территория? Нет, совсем непривычная территория, потому что там местность среднепересеченная, там микрорельеф, у нас здесь горы. Конечно, непривычно. Во-первых, там должна быть высокая скорость, и тоже нужно быстро думать, и почти все КП, там нужно было их брать азимутом, когда у нас так нельзя, потому что если пойти там на садиму, то можно в горку очень долго идти, и тяжело, и нам нужно часто искать обходные пути, и, в общем, да, было сложно, и тем более там болото, а у нас здесь обычно нет их. Там еще сама местность, это как бы бугры, ямы, бугры, ямы, они, бугры там буквально 5-7 метров, они маленькие, можно спокойно бежать напрямик, хотя, например, местным жителям, им даже по ним сложно бежать, поэтому они стараются их обходить, а мы же в горах, и нам уже легче так. То есть на наших картах, на севастопольских, крымских, легче все-таки определить, с какой стороны вершина и куда нужно бежать. Да. Если уже выбежал на вершину, то можно уже сверху глянуть, куда дальше направлять свою посту. У нас есть еще один маленький сюжет, который сделало местное телевидение Новгорода, информационный сюжет, и мы сейчас его покажем. Это говорит о том, какое внимание уделяли этим соревнованиям все средства массовой информации России. Яркое, но отнюдь не ласковое солнце, вместо лесных тропинок и мягкого мха 75% асфальта, немайский холод и сотни заперников. Именно таким запомнится первенство России по спортивному ориентированию спортсменам из 38 регионов нашей страны. Три дня 790 человек на старте, не разом по очереди. И, откровенно говоря, непростой маршрут. Но в том и суть, поясняют организаторы. За считанные секунды спортсмен должен найти ту самую золотую середину, чтобы и быстро, и легко. Есть разные выборы, есть линейные, есть короче, но желательно выбирать короткие и быстрые варианты. Не всегда получается, ну, на глазу не точно определишь, а иногда потом прибегаешь после дистанции, смотришь на карту и думаешь, нет, надо было все-таки вот так оббежать. Препятствий в городе немало. На пути спортсменов и инфекционной больницы, и валы, и автомагистрали, правда, наслаждаться видами точно некогда. Все-таки город, и здесь самые ключевые вопросы, которые трудно предсказуемы, это, конечно, безопасность и обеспечение дорожного движения, потому что участники преодолевают дистанцию совершенно в любом направлении, то есть так, как они считают нужным. В руках карта и легенда, в голове мысль о победе. Мешают друг другу и пытаясь обогнать время, они бежали, сбивая с ног прохожих и пугая местных собак. Набрав скорость, так легко было проскочить контрольные пункты, тем более, что порой они были весьма надежно спрятаны в кустах и деревьях. Чуть больше десяти минут по местным дворам, и вот он заветный финиш. Добежать, отдышаться, попить воды и увидеть заветный результат. Ну, нелегкая конфигурация. Очень сложно приходилось убирать. Обходные пути очень много было. Ну, сами довольны с вами результатом? Да, сама, да. На передышку не больше суток, на анализ ошибок и того меньше. Пара часов, чтобы отдохнуть и снова на тренировку. Чтобы не терять времени, на передвижение бывалые спортсмены тут же на лужайке развернули палаточный лагерь. Большой новгородский забег российских ориентировщиков растянулся на три дня. А победителю достанется главный приз – путевка на первенство Европы и мира. За такое стоит побегать. Алена Сувтина, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Татьяна, как дался нашим спортсменам первый этап, то есть первое первенство, первые три дня, там, где бегали по городу? Ну, я хочу сказать, что нашим спортсменам было очень тяжело все-таки. И в основном потому, что у нас в Севастополе мы очень мало уделяем внимания именно городскому ориентированию. Мы больше, конечно, склоняемся к лесному ориентированию. У нас там очень много карт именно в лесной местности. Городских карт меньше и опыта участия в городских соревнованиях у нас намного меньше. Поэтому, конечно, нашим ребятам было тяжело. Городские карты наши – это, как правило, карты парков, где вариант движения выбирать намного легче. Потому что можно бежать по травке, по зеленой. А карты в городе именно – это карты, где очень много запрещенных территорий. То есть по клумбам бежать нельзя, по травке бежать нельзя. Очень много непреодолимых заборов, каменных стен, очень много запретов. Все это нужно увидеть моментально на карте. Потому что если хотя бы какое-то непреодолимое препятствие ты не заметил и подбежал к нему, и заметил уже только его подбежав туда, то теряется на этом очень много времени. Поэтому нашим ребятам было очень тяжело. И все-таки одна карта такая есть в городе? Есть у нас карта. Это парк курсантов, парк Ахматовой, парк курсантов. Даже в 2017 году у нас проводился чемпионат России. Это лучшие, сильнейшие спортсмены России. Элита бегали у нас в Севастополе. И там проходила шестиэтапная эстафета. Именно городское ориентирование, шестиэтапная эстафета в этом парке. Наши действия. Надо рисовать новые карты? Или надо перекрывать автомобильные движения в центре города? Ну, я думаю, учитывая то, что все-таки городское ориентирование приобретает вот такой размах и становится таким популярным, то стоит все-таки нам нарисовать и новые карты в Севастополе, и нам тоже стоит этот вид развивать для того, чтобы и наши дети смогли показывать результаты. И все-таки многих этот вид очень интересует. И многим городское ориентирование нравится больше, чем лесное. Поэтому, чтобы все желающие имели возможность участвовать в соревнованиях, нужно развивать и тот, и тот вид. Спортивная общественность пристально следила за выступлением ваших спортсменов. Итак, первые медали. Вот даже совсем не ожидая того, в дисциплине спринт-кросс многодневный у нас получилось заработать по сумме трех дней золотую медаль нашему спортсмену Сергею Рыжикову. Он в первый день в первом забеге был первым, во второй день в призах он не был, но это было все-таки хорошее время, это был хороший результат. И в третий день он был вторым, а по сумме получил золото, отыграв у второго места 39 секунд. Это достаточно большой разрыв в спринте 39 секунд, то есть он уверенно выиграл и одержал свою вот такую вот победу, первую большую такую победу на таких соревнованиях серьезных. Но у Сергея и во втором первенстве, в общем-то, неплохо складывалось. Да, во втором первенстве у нас у Сергея Рыжикова и у сестры Русланы Рыжиковой в первый и второй день очень хорошо складывалась картина. Но, к сожалению, в третьем забеге в финале был совершен нам ряд ошибок, и мной, как тренером, совершены были тактические ошибки. То есть они были поставлены не в тот забег, в котором все-таки они смогли бы лучший результат показать. И они, как спортсмены, они совершили ряд технических ошибок на дистанции и, к сожалению, сместились в общем зачете Сергей на седьмое место, а Руслана на восьмое место. Ну, что, скажем так, учитывая то, что в группах было более ста спортсменов, и это сильнейшие спортсмены Российской Федерации, это очень хороший результат тоже. Валерия, ну, в этот раз ты приехала без медали, ничего страшного. Как у тебя настроение после твоих стартов? Работать, работать, работать или ну его нафиг, по ходу рукой? Нет, работать, работать, работать. Ну, я изначально, когда ехала на это первенство, я понимала, что ничего не займу, и я ехала туда, чтобы получить опыт на будущее, потому что место все-таки незнакомое, и вообще спринт тоже, мы не бегаем его никогда. И вообще мне нужен был просто опыт, я считаю, что его нужно приобретать ради дальнейшего будущего. В твоей группе было 58 кандидатов в мастера спорта и мастер спорта, в твоей группе же. То есть, то, что ты не вошла в призеры, не заняла призовое место, тебя не сильно расстроило. Это у тебя первый старт в твоей ипостасии кандидатов в мастера? Ну, нет, вообще это не первый старт, я тоже бегала на первенствах, и это просто первый год мой в этой группе, в G18, и там много сильных девочек, они сборные России. У Валерии в группе были девушки, которые были чемпионками мира и были победительницами первенства Европы. То есть, соперницы там, уже вот в этой группе юниорки, девушки до 19 лет, соперничество очень серьезное. Если в группах помладше, там есть разные спортсмены и очень сильные, а есть еще и средние, то в этом возрасте уже остаются только сильнейшие. То есть, средние и слабые к этому возрасту уже отсеиваются. И тут собрались вот именно самые сильнейшие представительницы всех регионов. Поэтому заработать призовые места и даже войти в двадцатку вот среди этих спортсменок, это было очень сложно. Лера у нас вот спортсменка очень серьезная, очень настойчивая. И вот, несмотря на то, что здесь ей удача не улыбнулась на этом первенстве, но она в этом году уже была два раза призером всероссийских соревнований, и где и выполнила кандидата в мастера спорта. И я думаю, что с такой настойчивостью, с таким вот железным характером, она обязательно станет одной из сильнейших спортсменок России. Татьяна, сегодня у нас в студии, к сожалению, Руслана не смогла приехать, и Сергей сегодня занят. Давайте фотографии покажем. Здесь мастера-фотохудожники на соревнованиях сделали такие сувенирные снимки, просто потрясающие, где видно, что это не отдых, это сплошной полет. Человек-птица. Руслана перелетает через бревно, преодолевает препятствия. Ну, Валерии тоже нелегко, судя по бревнам, которые сзади за ней остались. И вот Сережа берет очередное КП, а потом принимает медаль и диплом победителя. Замечательно. А какие планы на ближайшее время у ваших спортсменов? Планы у нас грандиозные в этом году. Благодаря финансированию, которое нам обеспечивает Центр туризма и краеведения спорта и экскурсии и департамент образования, мы сможем этим летом поучаствовать еще в одном первенстве России, которое пройдет в августе в Ленинградской области. В этом первенстве будут лесные дисциплины. Там будет лесной спринт, кросс-лонг лесной и эстафета, в которой будут участвовать два мальчика, две девочки или два юноши, две девушки в старшей группе. Поэтому туда мы поедем уже составом побольше. Это будет уже не три человека. Я надеюсь, мы как минимум вывезем туда 10 человек, а может быть даже и больше, для того, чтобы выставить эстафеты в группы. И надеюсь, что в эстафетах мы сможем показать результаты, потому что вот на первенстве, которое прошло в 2018 году в ноябре, наша эстафетная команда была шестой из 60 эстафетных команд и проиграла при этом третьему месту меньше минуты. То есть эстафета четырехэтапная, у нас был от третьего места совсем маленький разрыв. Поэтому надеюсь, что будут у нас очень хорошие результаты именно вот в этом командном первенстве. Кроме того, в июне у нас спортсмены небольшим составом 5-6 человек собираются на всероссийские соревнования, которые в Ленинградской области проводятся на Карельском перешейке. Кубок Карельского перешейка – это такие очень масштабные соревнования. Там собираются более трех тысяч участников, и там очень много иностранцев. Там участники приезжают из Финляндии, Норвегии, Дании. И дети, и взрослые все там общаются между собой. И для опыта, вот именно для опыта, для спортсменов, это очень важные такие соревнования. Герои Севастополя? – Кроме того, да, конечно же, обязательно мы будем участвовать в наших любимых соревнованиях, которые каждый год в июле проходят у нас. Эти соревнования с каждым годом собирают все больше и больше участников. В прошлом году там было более 500 участников, а в этом году уже ожидается около тысячи. – Это всероссийские соревнования, имеют статус официальный. – Да, официальные всероссийские соревнования «Герои Севастополя», которые проводит наша Севастопольская федерация спортивного ориентирования. – Ну и самые свежие новости. Мы стартуем в субботу. – Самые свежие новости – это то, что в субботу у нас состоятся всероссийские массовые соревнования для всех-всех-всех желающих детей и взрослых. Эти соревнования пройдут на Сапун-горе, называются они «Российский азимут». Мы приглашаем туда всех от мала до велика пробежаться, пройтись по нашим дистанциям, просто поболеть за спортсменов, за своих знакомых, за своих друзей, познакомиться с таким замечательным видом спорта, как спортивное ориентирование. И, может быть, даже стать вот таким вот любителем этого вида спорта и активным спортсменом, потому что это очень интересно, очень увлекательно, очень развивает людей как физически, так и душевно, эмоционально, психологически, умственно и во всех отношениях. – Российский азимут – это соревнования общероссийские, такие же, как российская лыжня, хотя по массовости вполне может их обогнать. Во всех субъектах федерации соревнования проходят. У нас они стартуют 18 мая, крымчане проводят эти соревнования в рамках российского азимута воскресенья 19 мая. – А по всей России соревнования вообще проходят 18 мая в один день, только в Симферополе они 19 мая проходят, а по всей России в один день. – Итак, общий сбор у вечного дня. – Общий сбор, да, регистрация будет продолжаться до 11 часов. – Это старт находится в 100 метрах от обелиска славы и вечного огня на Сапун-горе. После 11 часов будет торжественное открытие этих соревнований, в котором будет участвовать и губернатор, и начальник управления по делам молодежи и спорта, и президент нашей федерации спортивного ориентирования. – И с 12 часов начнут участники стартовать в своих возрастных группах, а в 14.30 пройдет торжественное награждение кубками, медалями и грамотами. – Итак, все на старт! – Спасибо вам за участие в программе! – Субтитры создавал DimaTorzok